Приветствую. У вас глобально ваша проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы, с одной стороны, считаете себя неполноценной из-за того, что ваши родители были алкоголиками, из-за того, что, по сути, выполнена взроса, да, из-за этого вы чувствуете себя неполноценной, пытаетесь за счёт какого-то образцового поведения это как-то компенсировать, что-либо доказать, вследствие этого ведёт себя недостаточно уверенно, вследствие ничего, когда вы рассказываете что-то, как вы выражаете чувство вины, это чувство вины люди ощущают, и из-за этого меняют кламотаж, отношения. То есть, по большому счёту, вы сами не приняли того факта, что ваши родители были алкоголиками, и, по сути, вы были страны, вы не приняли этого факта, до сих пор вас этот факт отсидит, до сих пор вы себя за это, возможно, корите, собственно говоря, что и обуславливает то, как люди к вам относятся. Это первое. Да? Второе. Вы говорите, что вы не получили любви и хотели дополучить эту самую любовь в отношениях. Хотели быть дома, хотели спрятаться от проблемы холода, но ничего не получил. Что это такое? С одной стороны, это, опять же, внутреннее непринятие себя, потому что через другого мужчину вы пытались дополучить любовь, которую не получили от родителей. То есть, типа, вот я чувствую себя не полноценный, как бы говорить вы мужчине, ну давай, помоги мне почувствовать себя полноценным. Мужина, естественно, не очень в восторге от того, что с ним человек, который в нем нуждается в таком смысле. Это правда зависимость, это правда привязанность, и самое главное, это, наверное, преуменьшает уважение к вам. Вот. Такой момент. С другой стороны, откуда возникло само это чувство, что вы недополучили любви родителей? Ну, сколько получили, столько получили, что недополучили, то вандали дедушка и бабушка. Почему вы считаете, что вы недополучили? Вот это вот мнение, да, что я недополучил любви родителей, оно возникает из ощущений. Но эти ощущения не восполнят вам другие люди, эти ощущения можете восполнить только вы, путем изменения отношений и восприятия себя. Возможно, путем личностного роста, возможно. Но никак нет других людей, и тем более не мужчин. Надо бы, по сути, вы ищете мужчину родителя, себе. Вот. И вот тонкость вся в том, что, понимаете, поиск мужчины родителя, как раз таки, для вас невозможен, потому что воспитываясь с дедочкой и бабочкой, и ведя такой образ жизни, как вы ведете, вы, скорее всего, сами выступаете родителями. И это производит на мужчин такое удовольственное впечатление. С одной стороны, она родителей, она не умеет быть слабой, а с другой стороны, она хочет, чтобы вот спрятаться и так далее. То есть, вероятно, вы даже слабы своим мужчинам, что необходимо показать адекватно, то есть, понятно, для них не можете, потому что сами же стыдитесь за то, что вы слабы. Вот. То есть, сами стыдитесь своей слабости. С другой стороны, слабость не имеет ничего общего с недолюбленностью, и недолюбленность это, по большому счету, оценка. То есть, свято место пусто не бывает, либо есть какое-то, ну, то или иное принятие, да, то есть, либо вы принимаете себя из-за порядки, вот, либо вы себя не принимаете и проводите оценку постоянно. То есть, постоянно основе себя оцениваете. Вот. Поэтому здесь, ну, идея заключается в том, чтобы этот клубочек глубоко разобрать, да, чтобы этот клубок разобрать или отделить одного от другого и прочее. Кроме того, если вы испытываете нужду, вот именно нужду в мужчинах, то совершенно очевидно, что вы же не можете, как бы, делать полноценно для человека то, что ему нужно. И любить, скорее всего, вы партнера своего не можете, потому что у вас внутрилический конфликт, это тоже влияет на ваши отношения. Следующий пункт, который я хотел бы задронуть, это пункт, так называемых социальных стереотипов. Значит, во-первых, вы сравниваете себя с другими людьми, говоря о том, что вот кто-то выходит замуж сразу и навсегда, а я, типа, нет. Нет, полноценный, нет, 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 еще раз нет, полноценный, это исключительно только лишь ощущение себя, и все. Не о каких условиях речи не идет. Вот то, что вы себя сравните с другими людьми, это вследствие того, что вы себе не доверяете. Не доверяете своим чувствам, не доверяете всем, что вам важно. Вот. А не доверяете, опять же, потому что есть стыд. Вот. Ощущение, что да. Да, вы правы, вы это не родители, но все же вы сами так не считаете. Вы считаете, что вы краски, краски родители. Вот. А дальше, что касается того, что вы побегали мужикам, то же самое социальные стереотипы. Это как бы, во-первых, почему вы побегали по мужикам, а даже если побегали по мужикам, что в этом плохого? То есть, ну, побегали, ну да. Другое дело, что ваши отношения нужно проанализировать так, чтобы вы не постарались каждый раз негативные сценарии, по большому счету. А негативные сценарии вы постарались такой, что вы ничего не достойны. Вот. И чтобы вы более, так сказать, аутентично выступали в отношениях, в отношениях с мужчинами. Тогда и проблемы такой не будет. Вот. Ну вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. То есть, в ключевой момент, здесь, это условность. В ключевой момент, это недоверие к себе. То есть, условность, которую вы сами себе ставите. Вопрос с принятием себя. Вот. Это условность, это сравнивание себя с другими людьми. И это ориентир на стереотип. Вот. И недоверие к собственным чувствам. И, как результат, не следование. Это мысль важного вам, как результат попытка настроиться под других людей. И, как результат, неудачные отношения. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Обращайтесь, если вы захотите платить психотерапию. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. А если это так, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вам я желаю всего самого доброго. И удачи.